Поехали. И вот я сейчас тебя приветствую, Анечка. Я тебя приветствую. Очень интересно знать, как у тебя там с детьми, которые на дистанционную переходят или уже перешли там. Скажи мне, пожалуйста, пару слов. Уже дети дистанционно обучаются? Да, в пятницу у нас было тестирование этой системы дистанционного обучения. В пятницу все прошло отлично. И сегодня, в понедельник, все классы с 8 по 11 стартовали. Дети в Zoom, в Skype, во всех системах получают задания. Молодцы какие. Слушай, а когда каникулы или когда ЕГЭ будет? У них сейчас напряженный период такой, да? Ну да, сейчас идет напряженный период, но ЕГЭ сейчас неизвестно пока когда. Потому что всей стране неизвестно, когда ЕГЭ. Ну они от того, что неизвестно, напряглись наоборот или расслабились? Ну, наверное, напряглись. 11 класса, они волнуются. Ну да, потому что им надо сдать экзамен и еще в институт поступать, да? Конечно, да, да. Это то есть то, что, например, растянется этого времени, это совсем не значит, что у них будет больше времени подготовиться, им станет легче. Это наоборот, напряжение все будет расти, 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 и они могут перегореть. Поэтому лучше, конечно, все вовремя, да. Ну понятно, ну вот как раз вот сейчас вот момент настал, такой вот, как говорится, момент Х настал, когда детям действительно и взрослым, и их педагогам тоже, и родителям этих детей тоже нужно. Уметь в условиях неопределенности, чтобы не накручиваться, не накручиваться, не сгорать. Да, не перегореть, как в спорте, да. В условиях неопределенности как раз мозг работает в режиме, когда нужен навык, решение такой многозадачности, когда много конкурирующих сигналов, надо каким-то образом, чтобы мозг умел автоматически согласовывать. Потому что это очень важный момент, работать с неопределенностью. Это выдающиеся педагоги сейчас во всем мире говорят об этом. Что неопределенность, неопределенность, это самый мощный фактор, который является экзаменом человеку на все его способности. На способности креативности, на способности к стресс-устойчивости, на способности принимать ординарные и неординарные решения, отличать, отличать оптимальные решения от хаотичного поведения. Но чтобы человек видел вот эту картину мира, чтобы она не разрушалась в условиях неопределенности, это очень такой момент. Этому сейчас посвящается очень много научных статей во всем мире. Как работать с неопределенностью? Ну да, это же ситуация вообще-то критическая. А мы как раз сейчас этим занимаемся. Мы обучаем и детей, и взрослых. Но и мы с тобой этим занимаемся. Да. Самое же главное, чтобы ты донесла до них это. Потому что ведь, когда люди находятся в таком стрессе, о котором ты говоришь, в той же самой неопределенности, они так мобилизованы, так перенапряжены, что у них нет широкого зрения. Они реагируют только на то, что у них болит. А у них сейчас что болит там? На то и реагируют. Ну да, да. Ну ты им сейчас скажешь... Ну я могу сказать, начать реагирую. Ты им сейчас скажешь, дети и учителя, коллеги, давайте всех учить навыкам справляться с неопределенностью в условиях жестких временных ограничений. Если это только мы сейчас заняты очень. Ну да. Ты понимаешь, что это дело, да? Ты мне сейчас скажешь, давай мы научимся плавать, допустим, пловцам, да? А они скажут, ну мы сейчас заняты, потому что у нас тренировка. То есть вот человек не слышит, не видит ничего, это называется туннельное зрение, или по-другому называется, находится в своей проблеме какой-то актуальной. Ну для этого надо, чтобы он услышал, а что для этого нужно, чтобы он услышал? Реклама большая нужна. Вот, например, сейчас они узнают, оказывается какой-то выдающийся, известный, лауреат Нобелевской премии проводит какую-то школу по миру, и находится он так далеко, например, он находится в Лос-Анджелесе, и находится еще где, ну в каком-то таком крупнейшем, крупнейшем таком институте, университете мира, которого все знают. И что он как раз этим занимается, обучает навыкам работы с неопределенностью. Да, ну вот, и все скажут, да-да, нам сейчас некогда с вами, с вами сейчас некогда, а надо сейчас нам с мистером, с таким-то, который в этом, профессор Лос-Анджелеса, а слушай, я тебе походу хочу сказать, я когда в Лос-Анджелесе был, декана психологического факультета одного института, когда ему показал, как руки расходятся, ключевой стресс-тест, приемную левитацию, у него раз руки пошли, потом он сел, и потом мне говорит, слушайте, а у вас в России более сложных, долгих методов нету? Я говорю, почему вопрос? Он говорит, ну как-то быстро голова освободилась, я говорю, ну у нас есть, у нас и йога есть, там и медитация есть, декан психологического факультета в Лос-Анджелесе, он просто опешил, потому что от удивления, говорит, у вас нет более медленных методов. Вы понимаете, мне было так смешно, потому что, ну ты сама понимаешь, но если человек декан такого факультета психологического в Лос-Анджелесе, от простого видеорефлекторного приема, который снимает стресс автоматически, удивился, но он же на себе попробовал, это не на ком-то попробовал, он на себе попробовал, удивился, то есть ему никакой другой тут консультант не нужен был, это личный опыт самого декана, психологического факультета, что-то в Лос-Анджелесе, для которого это профессия вообще-то, разбираться в этих делах, который изумелся действию одного ключевого приема, который мы учим детей. Насколько это быстро, да, эффективно? Да, ну, потому что он автоматически снимает напряжение, выводит как раз такие ситуации, когда человек все накручивает, накручивает, он освобождает нервную систему от лишних блоков и зажимов, организм освобождает, я как раз таки хочу, чтобы ты достучалась до них, до своих коллег, преподавателей, и до детей, ну, там 9, 10, 11 класс, потому что психогимнастика по методу ключ, как ты знаешь хорошо, она вообще-то для 10-11 классов, до 10-11 классов в российском учебнике профессора Матвеева, вот, и поэтому сейчас как раз таки ваш лицей, ваша школа, так условно говоря, была бы впереди планеты всей. Ну, а если ты хочешь, конечно, давай мы на эту тему еще одну встречу сделаем, чтобы они посмотрели, посмотрели вот это вот, и сразу все подняли, да, что ты прямо из рук в руки можешь передать, можешь передать то, чего нигде в мире пока нету, и с другой стороны, это все официально узаконенное, опубликованное, официально признанное, проверенное, минздравом и минобразованием рекомендованное, все, да, 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 ну, просто они все люди в курсе. Ну, как ты на это смотришь? Отлично. А я вот все картины заканчиваю, скоро эту уберу, по-другую поставлю, третью закончу, в следующий раз покажу еще одну. Хорошо тогда? Давай посмотрим, как закончилось. Да, спасибо. Хорошо, да, ну, хорошо. Давай. Спасай, но вы хотите, чтобы я эту запись опять сбросила? Нет, я хочу, чтобы мы ее посмотрели, если нам понравится, ты сбросишь, если нет, нет, потому что они просто могут и не понять, если ты им сбросишь сейчас эту запись, они могут не понять, не услышать, о чем мы говорим, вот, может быть, они привыкли в картинках что-то понимать, может быть, там надо за 30 секунд что-то дать, ну, ты же знаешь. Ну, мы не знаем, нам как-то надо по-другому действовать, мне кажется. Как за час от труда до человека, даже когда мама ребенку говорит, мама ребенку говорит, будь через дорогу осторожнее, беспокойся, ребенки. Я сам тоже помню, когда был ребенок, и мне мама говорит, будь через дорогу осторожнее, а я говорю автоматически, да-да-да, я понимаю, понимаю, а сам не осторожно, понимаешь, это же вот, нам кажется, что знакомые слова, нам кажется, понятны. И мы отмахиваемся, и мы отмахиваемся. Ну, пока сами шишки не набьем, один раз кто-то попадет в травму под автомобилем, потом он сам всем говорит, будь осторожнее, когда переходит. Так что, ну, даже передо мной знания так происходят, без личного опыта, это трудно, что-либо воспринимать. Ну, давай посмотрим, может, заново вот это все запишем. Я не знаю, Хосе, я честно скажу, я так волнуюсь и нервничаю, потому что мы сбросили первый раз, когда видео отреагировало, из 65 только один человек. Второй раз я уже целую неделю настраивалась, волновалась. Блин, мы сбрасываем, и вообще молчат. И уже педагоги, эти классные руководители, они уже ревностно относятся, что я внедрилась в группу, и я уже, мне не очень хочется еще раз, когда, понимаете, я чувствую, что что-то не то, надо каким-то другим путем зайти. Есть. Я сейчас опять буду не спать, буду волноваться, что мне будет... Нет, 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 не скидывай, пожалуйста, мы это просто в YouTube выставим. YouTube. Хорошо. Ну, конечно. Просто понимаешь, в чем дело. Есть вот два пути. Значит, первый путь, когда реклама мощнейшая, раскрученная. Да, да. Как я рассказывал, да? Второй путь, если это административное управление. Административное, да, да. Конечно, если директор школы даст приказ, то все начнут заниматься, хотя бы даже по какой-то тип. Никто не обязан, но кто хочет. Ну, директор шоу и сам сказал. а есть вот такое друг другу лично передают вот вот это хороший путь мне нравится 2 3 когда ты лично передаешь да это как сарафанное радио и вот когда директор административно но у нас пока найдем еще другие школы найдем с директорами поговорим я живу тоже еще этих директоров потому что я в свое время был профессором кафедры здоровья и сбережения нижегородского института развития образования и мы там там же все понимали что это такое детишек учили на уроках одну минутку посвящать элементам психогимнастики по методу ну да потому что с большим пониманием к этому относится но сейчас вот можно найти таких директоров которые схватят потому что раньше гимнастика была по утрам 6 утра радио включалась вся страна делала физкультуру Марине Викторовне это зауч по учебной она такая она советских времен и она когда я пришла она все хотела чтобы я гимнастику проводила тут для всех вот это делаю вот она это хочет делать да она хотела да 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 скажи вы были правы совершенно скажи я кстати говоря скажи вы были правы совершенно просто я тогда вот не понимала как можно ту старую гимнастику преподавать потому что она не учитывает главного фактора индивидуального подхода в массовой школе ну да потому что там все делали одинаково а синхрогимнастике есть принцип такой и правила как каждому человеку выбирать себе индивидуальные приемы вот в чем дело ты подойди к ней завтра же и скажи ну она у нас она у нас ничего не решает решает все директор понимаете она подойдет директору и скажет не она не будет подходить это надо вот я завтра не знаю с Роман Игоревичем если увижусь опять же удивительная вещь вот существует три точки первая точка это мы с тобой которые можем дать из урок уроки детям и взрослым методику синхрогимнастику вторая точка она это учебник учебник по физкультуре для десятых и одиннадцатых классов третья точка это их жуткая потребность в этом жуткая потребность потому что каждый ребенок и каждый педагог и каждый родитель хочет чтобы уметь иметь такие навыки что когда возникает кризис и неопределенность соответственная ситуация быстро соображать какое принятие лучшее решение много задачность так называемая неопределенность так называемая быстро сообразить какое принять лучшее решение и ты представь себе вот эти точки никак не могут сойтись в одной большой точке только за счет чего потому что вот эта дырка происходит коммуникация за счет чего за счет того что психологии психология человека так устроена что когда он находится в стрессе напряжение на самом деле ему не хватает либо рекламы мощнейшей рекламы мощнейшей да либо чтобы кто-то кому-то лично сказал знаешь я вот посмотрел в youtube там я там посмотрел книгу ну там допустим он прочитал книжку нашу там украшение стресса там или еще что-то да и другу своему посоветовал или в школу случайно к нам попал школу чай будущих ну ты представляешь не хватает вот маленького маленького ну вот был бы там какой-то блогер у которого миллион подписчиков ну да да и он бы там пару раз об этом говорил да вы что не знаете что такое ключ что такое синхрогимнастика да еще с формулой ФА ну да все бы туда кинулись правильно да поэтому мы с тобой сейчас просто возьмем в ютубе выставим это видео кто-то там заинтересуется кто-то нет не будем никому навязывать пусть сами добираются сами заинтересовываются кто-то но только любознательные становятся другими только любознательные кто ищет тот найдет спасибо тебе Аня спасибо тебе до встречи спасибо до встречи вы тогда вы тогда я сегодня уже сейчас детей буду укладывать поэтому я сегодня не смогу посмотреть вы тогда его режьте там как хотите как для ютуба да 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 ты прекрасно выглядишь детям привет большой твоим собственным детям и детям твоих учеников там в лице ну отлично они тебя там все любят и уважают я знаю ты же великая спортсменка у нас ну 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 тебя знают всем привет всем до свидания